Большинство из нас не прощает себе ошибок. Дети, собака, животное, муж, что это крайне сложно. Я хотела неделю отказывать всем. Каждое маленькое достижение мотивирует на большие успехи. Блин, какая я мощная, я молодец. Вселенная увидит, что вы готовы принимать. Две полезные привычки я сейчас объединю в одну. Баловать себя, хвалить и благодарить. Всем привет! Вы на канале Будь Гоц и рада нашей встрече. И сегодня я подготовила для вас очень интересную тему привычки успешной женщины. Я поделюсь с вами чем-то самым сокровенным, самым секретным. Надеюсь, это будет ваш легкий путь к успеху. И обязательно пишите в комментариях ваши привычки. Возможно, они будут полезны мне и другим зрителям моего канала. А также подписывайтесь и ставьте лайк. Итак, первая, первая, самая важная привычка каждой успешной женщины, вообще каждого успешного человека. Более того, даже ученые доказали, что если вы это выполняете каждое утро, то вы на 87% быстрее достигнете успеха. Эти маленькие такие победы с самого утра помогут вам преодолеть крупных и больших врагов, которые будут стоять на пути к вашему успеху. Итак, привычка номер один – это застилать постель. Круто! Крутая подводка! Это очень крутая привычка. Каждый раз, когда вы застилаете постель, просто говорите себе, если ты хочешь поменять этот мир, просто начни с себя и застилайте постель. И ваш день будет другим. Вы почувствуете о том, что со временем, конечно, не сразу, честно, не с первого раза, но со временем вы почувствуете то, что делая вот такие вот маленькие вещи, действительно ваш мозг воспринимает это как маленькие победы, если вы этого сейчас не делали, допустим. И, соответственно, другие какие-то сложности будет воспринимать так же легко, как и застилать постель. Я начала застилать постель, наверное, лет 6 назад. До этого вообще не застилала. Я просто вставала и так и уходила. В смысле, какая разница, все равно тебе придешь и обратно ложится. Вот, блин, не пофиг ли, как это одеяло. Сейчас я 2 года назад начала перевивать эту же привычку своим детям. И я точно могу сказать, что с того момента, как мой старший сын и младший начали застилать свои постели, они начали также параллельно сразу складывать свои книги, следить за мебелью, за чистотой. Вот все автоматически. Они застилают постель, открывают окна на проветривание. Ну, то есть это у них уже все механически. Раньше нужно было прийти, это все за них сделать. Я просто им сказала, ребят, давайте вот с сегодняшнего дня вы будете застилать постель. И вместе с постелью они начали делать то, что привычно делала я. Круто. А как оно работает? В смысле? Ты берешь. С одной стороны под одеяльник, с другой стороны под одеяльник. Расправляешь одеяло. Как это работает? На психологическом уровне. Почему оно работает? На психологическом уровне, как говорят, научные исследования, проведенные на этот серьезный счет. Это были очень серьезные научные исследования. Их проводили американские университеты. Вот, что когда каждое утро человек борет свою лень в таком маленьком вопросе, он может побороть в течение дня любые другие трудности, которые на его пути. Как говорят, порядок в доме, порядок в голове. Ты с этим согласна? Ну, не знаю. Просто для меня постель это такое личное пространство, а дом, мне кажется, чрезмерная зацикленность на порядке в доме, вот конкретно в доме, она может вызвать даже какие-то психологические расстройства. То есть люди, которые гипер там сосредоточены на том, что все было там вот только вот так и никак иначе. Если есть дети, там собака, животное, муж, то это, ну, крайне сложно. Если вы уже застилаете постель, вы просто победили и привили себе эту супер-мега первую привычку, переходите сразу ко второй. Это умываться прохладной водой. Очень многие косметологи и коучи рекомендуют умываться исключительно холодной водой, прохладной водой, так как это полезно для ваших сосудов. Горячая вода вообще просто противопоказана для лица. Как горячая вода смывает жир с посуды, так и горячая вода смывает наш жир, который является нашей защитной мантией. И чрезмерное умывание это всегда плохо, я говорила. Поэтому умывайтесь прохладной водой, ваше лицо пробудется и будет в тонусе. Девчонки, я с вами делюсь своими личными привычками. Это не какая-то прописная истина. Я их собирала, мне с ними комфортно. И если у вас есть какие-то классные, тоже обязательно напишите в комментариях. Одна из самых полезных привычек, но тут я уже не скажу даже о себе, я скажу всех успешных людей, это планировать свое время. Обязательно заведите органайзер. Я сейчас делаю это в приложении. Такая, достала телефон. Это календарь Google. О боже, это календарь Google. Но это же приложение. Так выглядит моя неделя. Я планирую каждую свою неделю. Я ее планирую по ходу текущей. Или же в пятницу, в каждую пятницу я сажусь, планирую встречи, обзваниваю людей, делаю записи, куда мне нужно, смотрю, где окна, и стараюсь их как можно функциональнее заполнять. Ну, допустим, я даже иногда отталкиваюсь от локации, где я буду находиться, и сразу подключаю смекалку, ум, что я еще могу там сделать. Полезное для себя, для детей, возможно, купить что-то, заказать. Это очень экономит время. Когда вы смотрите на свой график, вы понимаете, насколько вы функциональны, насколько вы продуктивны, и это нереально дает классные внутренние ощущения. Знаете, вот никогда вы просыпаетесь и думаете, блин, ну что им сегодня заняться? Хотя, я уверена, большая часть моих зрителей так не делает. Но все-таки, если вы еще по-прежнему думаете, чем бы вам заняться, начните планировать свои дни. То есть, если я хочу с тобой пообедать, то теперь только по плану? Да, не теперь, а уже давно по плану. Ты знаешь, у меня была единственная пятница, но у меня Александр Коляда забрал завтрашний обед. Sorry, yo, ты после Сашки. Запомните простую истину. Чем лучше вы спланировали, тем больше вы успели. Еще одна полезная привычка, которая звучит так. И я у себя на первом месте. Попробуйте так, ежедневно писать от 10 до 30 дел. Говорю честно, я делаю 30 дел. Все эти дела должны быть направлены исключительно на ваше развитие. Они не должны касаться никого другого. То есть, вы у себя единственная любимая. И все, что вы делаете в этих делах, это только вклад в вас самих. Например, вы можете обязательно указать себе, что в день вы читаете 10 страниц любой книги. Или читаете статью на английском и находите 3 новые слова. Выписываете их, например. Или, допустим, для девочек вы можете ставить таймер и делать 10 минут упражнения кегеля. Кто не знает, обязательно загуглите. Или же, например, делать что-то совершенно вам не свойственное. Допустим, 5 минут ходить задом. Или же чистить зубы левой рукой. Если вы чистите правой, чистите левой. Или, например, маленький челлендж. Три раза переключить контрастный душ. Теплый-холодный, теплый-холодный. Могут быть какие-то, не знаю, я, например, добавляю всегда 1-2 минуты айдетики. Для развития правого-левого полушария вы можете выполнять какие-то вот такие вот задания. Если вы пьете витамины, и многие, я знаю, я сама такая же, через раз. То пью, то забываю, то пью, то забываю. Вы можете написать себе «Помните выпить витамин D» или там «Биосил я пью» и тоже. То пью, то забываю. Бокал шампанского туда вписывать не стоит. Это не совсем про развитие. Это больше про отдых. Вы можете... Там будет еще один пункт, который называется «баловать себя». Вот. А этот пункт звучит как «Я у себя единственная, я у себя любимая». «Тридцать пунктов, а жить когда?» Ну почему? Смотри, послушать лекцию, ты не стоишь пробки, ты не сидишь в Инстаграме, ты слушаешь лекцию. Да, съесть фрукт, яблоко, да? Ну, я обычно это интерпретирую, как, например, наполнить себя живительной влагой, проконтролировать, сколько воды я выпью за день, чтобы я точно выпила там свои два-два с половиной литра или там минута планки. Ну что, это все не занимает. Ты это делаешь по ходу, и это встраивается в твою жизнь. И это, получается, полезные привычки. Я теперь понимаю, почему у тебя нет парня. Как можно с тобой жить? Он не мешает просто выполнять эти все пункты. Нафига мне парень, если он не мешает? Вообще, эта привычка «Я у себя на первом месте» формирует очень классное качество. Вы будете переборчивы в очень хорошем смысле. Вы будете ценить свое время и между тем, не знаю, сходить на бесполезную, неперспективную встречу только потому, что... Потому вы поймете, что в это время вы можете сделать, находить свои там 10 тысяч шагов, постоять в планке, посидеть на лавочке, погода офигенская, почитать. Не знаю, даже с бокалом, почему нет. Вы можете получить удовольствие от того, что будете сами себя наполнять. И сразу же, вот я хотела заспойлить, привычка говорить «нет», когда это актуально. Очень многие из нас... У меня был целый челлендж, это было очень весело. Ну, было весело только мне, потому что я сказала своему пиар-агенту, что на все письма я буду отвечать «нет». Я хотела неделю отказывать всем, бедолаге, кто попал в этот период. Но я ни о ком не жалею, потому что... То есть всем потенциальным рекламодателям, которые... писали на почту моего пиар-агента с предложениями, я отвечала «нет». И когда она мне присылала уже там на третий, на четвертый день, она писала так. Я знаю, что неделя нет, но все же почитай. Вот. Это очень классная привычка. Я раньше, перед тем, как сказать «нет», краснела, зеленела, у меня потели ладошки. Я думала, что почувствует этот человек, когда получит мое «нет» на что-то. Я всегда входила в странное положение. Вот, например, если взять по примеру моей работы, мне бренды шлют, шлют, шлют то, что мне совершенно не нужно, потому что я не могла сказать «нет». Я это получала, мне было неудобно не опубликовать, потому что они вроде как прислали, но это фигня полная, которую я и не хочу опубликовать. И я находилась все время в каком-то нересурсном состоянии, в таком... У меня не было четких границ. Когда я научилась вот эта вот тяжелая неделя для моего пиар-агента, в работе мне сейчас очень помогла мне определять, с кем я хочу работать, с кем нет. Это же касается личного времени. Я точно так же с легкостью начала отказывать в встречах, отказывать в проектах. если на весах, я вижу, что мое личное время и другие мои ресурсы, они как бы более объемные, чем я получу от чего-то. Давай устроим неделю нет. Мальчики, вы с нами? Марка? Нет, он уже начал. Подожди, а мы такие, Марка, у нас съемка. Нет. Две полезные привычки я сейчас объединю в одну. Следить за своим физическим и ментальным здоровьем. Это две очень важные привычки, которые наравне с вкладом в свое будущее. Когда вы следите за своим физическим и ментальным здоровьем, вероятность того, что вы проживете классно, легко, долго увеличивается. Делайте чекап вовремя. Я об этом снимала серию. Если вам интересно, листайте вниз, вы ее обязательно найдете. Помимо чекапа, безусловно, ставьте себе маленькие задания на каждый день. Если у вас нет возможности бегать или прогуливаться, всегда можно купить домой карамат и делать какие-то асаны из йоги. Делайте сурью намаскар, делайте 5, 10, делайте столько, сколько вам лет. Но это уже такой продвинутый уровень, но поверьте, ваше тело будет вам отзываться благодарностью. Благодаря вашему крепкому физическому здоровью, вот прямо порционально укрепится ваше ментальное здоровье. Люди, которые занимаются спортом, они намного стрессоустойчивее. Это очень важный аспект на то, как вы начнете реагировать на окружающий мир. Вот с тем, когда ваше физическое тело будет становиться сильнее, ваше ментальное здоровье будет становиться крепче. Ну и, конечно же, как следить за своим ментальным здоровьем? Это слышать себя. Это очень важно. Периодически делать анализ, где вы находитесь, как вы себя ощущаете, какие люди вас окружают, что бы вы хотели поменять. Если вы будете иногда, периодически, не ежедневно общаться с собой, вы сможете так или иначе регулировать поток своей жизни. Психолог Гоцый говорит. Весьма полезная привычка будет звучать очень легко, хотя на самом деле это не так легко. Баловать себя, хвалить и благодарить. Самое важное и ключевое это делать искренне. То есть, правда, чего-то захотеть, правда себе это позволить и правда поблагодарить себя за эту возможность, ну и за то, что я у себя такая есть. А не то, что там я вам сказала сегодня, нужно себя побаловать. И такие, да, блин, что заказать онлайн? Ну ладно, давай вот, заказала, есть, я себя побаловала. То есть, постарайтесь делать эти вещи достаточно искренне. Пусть это будет бокал шампанского. Если вы сегодня хотите бокал шампанского, пусть это будет бокал шампанского, если он доставит вам удовольствие. Если вы хотите в спа, да, или, не знаю, ну, хотите отжаться сто раз, ну, не запрещайте себя Хвалить себя за каждый маленький успех Вот вы сделали 10 дел, вы почитали 10 страниц, и вы такие, блин, какая я мощная, я молодец А представляете, если вы это будете делать в течение 7 дней, за 7 дней вы прочитаете 70 страниц И вы скажете, вот это я мощнейшая просто, я прям мега, да Потом вы начнете прививать другие классные привычки, и всегда хвалите, хвалите себя, хвалите Потому что каждое маленькое достижение мотивирует на большие успехи Большинство из нас не прощают себе ошибок, постоянно себя критикуют или слышат критику от окружающих Поэтому каждый раз, когда вы себя хвалите, вы приближаете к себе такое же позитивное отношение других Не нужно быть максимально требовательными к себе Помните, что перфекционизм это враг успеха Когда вы стараетесь делать что-то сверх супер хорошо В итоге вы потратите такой огромный ресурс, что сядете и подумаете, да нахрен это вообще все надо было Многие люди даже не начинают что-то делать, потому что заведомо знают, что это не получится идеально Вот, и даже не берутся Еще очень важный аспект, что как только вы начнете баловать себя, вы откроете вот это вот пространство позволения Другим относиться к вам так же, как вы относитесь к себе Как только вы откроете эти границы, вот поверьте, вселенная увидит, что вы готовы принимать Поначалу вы принимаете только то, что приходит вам от вас же И потом все будет вокруг вас меняться И вы не будете сами понимать, как, допустим, деньги будут появляться, предложения Возможно, классная работа, возможность где-то учиться В общем, все закрутится так, как только вы сами себе позволите относиться к себе, как к королеве И завершить эту серию я хочу своим любимым Девчонки, носите корону на голове Звучит очень круто, на самом деле я имела в виду, держите спину Но это же круче звучит, потому что каждый раз, когда с детства нам говорят Выровняйся, спину выровняй, выровняй спину, держи спину Это, как знаете, для меня это уже пассивная агрессия А когда мне говорят, ну, моя тренер по пиласу говорит Надень свою корону Это очень классное чувство Давайте я вам, я обязательно в одной из серий покажу отстройки Как ее носить правильно Мы можем поднять плечи, отвести их назад, сомкнуть лопатки Выровнять шею, положить на подоконник подбородок И надели свою корону И вот в таком положении ходите с самого утра и до самого вечера Я желаю вам успеха и самого короткого пути к успеху Спасибо, что вы посмотрели эту передачу Пишите в комментариях свои привычки Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Никто не обещал, что быть ГОЦей это легко Пока!